Друзья, всем привет! С вами Эллен и канал Замуж за Чеха. Мы в Папраде и очередная серия наших словакских путешествий. В этой серии вас ждет небольшая прогулочка по Папраду, по самому центру. И, конечно же, друзья, концерт группы Carle God Cover Band и Миланчика, как главного солиста этой группы, потому что сейчас в Папраде проходит поп-пратское культурное лето. Ну что ж, погнали! Как я вам говорила, на месте вот такие маленькие домики, мини-пиги-домики. И вот как раз в одном из таких домиков, как мы с вами видели, наш отель. То есть это самый центр у Папрады. И вот в этих маленьких домиках находятся ресторанчики, отельчики и различные административные здания. Мы сейчас поспешим, потому что группа Carle God Cover Band спешит на место концерта. Звукооператор уже там, аппаратура уже там готовится. И в 5 часов у нас сейчас, полпятого, будет так называемая звуковка. То есть, ну типа как сковушка звука, озвучка, назвучивание. Так что мы сейчас туда спешим, ну и мне самой даже интересно, что там, сколько людей будет и вообще какая будет атмосфера. Такие маленькие домики, вообще все очень аккуратненькое, все очень чистенькое, очень уютненькое. Вот еще один пансион, приват. Очень приятная атмосфера в этом городке. Еще один пансион, в общем, как правило, да, в этот самый центр, как я вам сказала, ресторанчики, пансиончики. Очень-очень уютненький городок. И, как Валерия нам сказала, что очень тихий, очень, центр очень тихий, красивый, очень уютный. Я с ней абсолютно соглашусь. Посмотрите, все аккуратненькое, чистенькое и спокойное. Ой, привет! Скажем привет собачке. И едем дальше. Не знаю, здесь буквально 15 минут пешком от нашего отеля до площади Святого Егидия, где все это будет проходить. Я здесь первый раз, поэтому мы с вами здесь вместе первый раз. Идем по навигатору, потому что, как я вам сказала, наш звукоператор уже на месте. А мы идем туда сами, пешочком от отеля. Что это за речушка? А, ну как, как что за речка? Попрад. Глупый вопрос, друзья, задаю. В Попраде как раз течет речка. Попрад. И я думаю, что это она. Красивая, очень живописная природа. Я смотрю, друзья, у нас какие-то облака. Вот здесь солнечно, а вот с этой стороны какие-то непонятные черные тучки идут. Я надеюсь, дождя, вроде бы по прогнозу, нам не обещали. Попрад, Попрад, друзья. Приятненький городок. На самом деле мне здесь очень нравится. И погода нам выдает с вами. Пока мы с вами идем с одного нам вести до другого, я немножечко вам расскажу. Сам по себе Попрад. Маленький городок. Да, он считается туристическим, но, собственно, в нем не так-то и много достопримечательностей. Собственно, вот та площадь, на которой у нас отель. Старая часть. И плюс нам нести Святого Егидия. Это вторая часть, куда мы сейчас идем. То есть, в принципе, вот эти две части, две области. Но здесь всегда круглый год очень много туристов. Потому что здесь, как я вам сказала, высокие Татры. То есть, это место зимой для лыжевания. То есть, здесь горнолыжные курорты. Ну и, друзья, здесь, кстати, есть еще термалы. Термальные источники, которые богаты вот этими всеми лечебными веществами для... на лечения опорно-двигательной системы главным образом. И, к сожалению, нет у нас много времени. Но прямо здесь, рядышком с центром, находится такой аква-аквапарк, в котором много вот этих термальных бассейнов. Вообще, я читала, что вытекают термалы около 50 градусов. Их в этих вот аквапарках как-то там системы какую-то охлаждают. И вот в этих бассейнах они около 35, по-моему, 38 градусов. Супер, конечно, был бы поплавать в термалах, но у нас другая программа, и мы не приехали сюда отдыхать, не приехали сюда, в общем-то, работать. Это я уж, как говорится, так сегодня. Но, в принципе, блогерство – это тоже работа, друзья, потому что я работаю, но это приятное. Работа – это приятное мое хобби. Так что здесь особо достопримечательно здесь. А, ну и, конечно, горы, потому что летом высокие Татры. Это вот попрат лежит. Вообще, попрат, как я вам сказала, это ворота к Татрам. Ворота высоких Татр. Называют попрат, потому что вот он, собственно, на этом маршруте, конечном, вот перед этими высокими Татрами, перед этими горами, где тот, кто туда, собственно, держит свой путь туристический. Поэтому здесь всегда, вот этот он полный. Мы даже спрашивали сейчас в отеле, много ли народу. В общем-то, много-много. Ну, видно, это вот здесь-то местные, из пришлижающих. Вообще погода еще сегодня классная именно для отдыха, для рекреации. Ну, вот сейчас мы идем вдоль главной улицы. Сейчас я первену камеру, и вы посмотрите, что здесь. Вот, друзья, мы проходим. Это зимний стадион Хоккеева арена Попрат. Зимний стадион. Нам Валерия говорила, что мы как раз будем проходить мимо этой арены. по главной улице, вот к тому нам нести Святого Егидия, куда нам, собственно, нужно. Я думаю, маловато. Но сегодня у нас рабочий день. Сегодня у нас, как я вам говорила, 29 июня, а вот у нас вторник. Каждый вторник проходят акции, то есть приглашаются группы, ревайвл группы. И вот Миланчик получил приглашение именно выступить. Вот группа Carl God Cover Band с песнями нашего всеми, вашей, и вами, и нами любимого Карла Готта. Ну, друзья, здесь особо ничего интересного нет. Магазин Lidl продуктовый, они у нас и по Чехии тоже самое. И мы идем вдоль этой главной улицы. Но пока ничего интересного. То есть это вот обычные такие, ну, обычные жилые, не старая часть города. А нам нужно именно на то нам нести святого Егидия. Ну вот мы приближаемся, по ходу дела, друзья, к пешей зоне. И вот здесь уже начинаются ресторанчики, уже такие домики пошли. Какие-то такие всякие реставра... 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 Реставрация, хотелось сказать. И... И уже чувствуется приближение старой части города. Друзья, главное, что жара, по ощущениям, немножко спала. Потому что все-таки возможно, что мы рядышком с автосимитаторами. Здесь немножко температура чуть пониже, чем мы начинали в Праге. Точнее, мы начинали в Праге рано утром. Там было, да, немножко похолоднее. Но по дороге разогревало до 34. А сюда мы приехали, уже было 30-29. И вот сейчас здесь ветерок. И вот реально, друзья, очень супер. Солнышко светит, но нет ощущения вот этого такого пожака, как бы сказала Чех. Такой сауны нет ощущения. Вообще супер. Так, сейчас вам покажу. Мы уже подходим к очень красивым местам. Типа как, ну, мэрия можно назвать, да? Там было написано мерзкий ужат. Палацхилда. Костелл у нас прямо по курсу. Костелл святого Егидия. Здесь ресторанчик мы видим. Заложное. Люди отдыхают. Но сегодня у нас рабочий день, друзья. Сегодня у нас Толь, как я вам сказала. Так что мне интересно, сколько сегодня народу будет на акции. Акция начнется в 7 часов этот концерт. Сейчас у нас на часах 5 часов. Цветочки кругом. А у нас в Праге не повесили в этом году цветочки. в центре. А здесь повесили. Здесь торговые центры. Аптека. Лекарень. А здесь что-то, какая-то акция. Ух ты, Миланчик остановился, как всегда, в магазин с музыкальными инструментами. Здесь магазин с домашними всякими вещами. Для посуды, точнее. В кафешке вы видите, друзья, как сейчас выглядит Словакия тоже, как и у нас. Без масок, без респираторов. Ресторанчики открыты. В общем-то, им все спокойно. Мороженое по правой стороне. Друзья, очень нравится. Такая приятная атмосфера в этом городке. Это главное, не в кладнике. Да, Милан говорит, здесь главная часть пешая живет не как у нас в кладнике. Вот смотрите, все полное. Это видно на религиозную тематику. Здесь молодой человек о чем-то нам рассказывает. Я не слушаю, не выдаюсь, как говорится, в подробности. Ну, такая пешая зона, центр, магазинчики, классика, как всегда. Руку еще одного на ходе бни настроя. Еще один магазин. Вот он, где-то вот здесь. А, это, наверное, надо подниматься туда. Наверх. О, вот он, подиум, я уже вижу, друзья. Вот он, стоит сцена. Стоит сцена. Прямо за костелом. Вот здесь сегодня будет проходить эта акция. А, между даже, да? Вот здесь. И ярда уже там нас поджидает. Друзья, сегодня у вас уникальная возможность посмотреть, как это все выглядит за, так сказать, за подиум, за кулисами. Как это все выглядит. То, что никто не видит. Поэтому замуж за чеха, за мужем, за чехом, артистом. И я вам сегодня покажу, как это все обычно проходит за кулисами. Послушайте, как играет на костюме. Слышите? Здорово. Послушайте. Вот с этого костюма. Сейчас 5 часов. Еще у нас 2 часа до начала концерта. Вот посадочные места, так скажем. Обычно вот здесь, сзади, это стоят на звукооператор. Ну, а группа готовится к так называемой звуковке. Друзья, приглашаю вас на сцену. Обязательно, во время концерта тоже зайдем на сцену, потому что я буду снимать концерт. Ну, а вот так мальчишки подключают аппараты и готовятся к озвучке. Супер, друзья, организаторы вообще очень-очень приятные люди. Нас приняли, как и в том отеле, очень гостеприимно. И вообще, аппарат, как я вам сказала, первое впечатление просто потрясающее. Как вы видите, пока еще, ну, назовем это зал. Зал пока еще пустой, потому что у нас еще 2 часа до начала концерта. Ну, а группа, как я вам уже сейчас показывала, готовится, подключает аппарат. И сейчас пройдет звуковка, которую я вам тоже обязательно покажу. Ну, и, конечно же, оставайтесь до конца этого видео, потому что вы видите концерт группы Caral Good Cover Band. Точнее, не весь, а лучшие моменты. Посмотрим, сколько будет народа. Мне интересно, кто в такую жару придет сегодня в рабочий день на концерт группы Caral Good Cover Band из Праги. Ну, и, естественно, я буду ходить и по подиуму, по сцене, и увидите, как это выглядит с другой стороны, когда вы бы были на сцене, выступали и смотрели в зал полной публики. Надеюсь, что этот зал будет полный. Ну, что ж, интрига остается. Продолжайте смотреть, будет интересно. С вами ЛНК «Замуж за человека». Мы в Попраде, в Северной Словакии. Вот, друзья, программа «Попрадское культурное лето 2021». И вот у нас программа на каждый вторник в течение, вы видите, июня, июля и августа. И вот сегодня у нас 29 июня. Caral Good Cover Band. Пока все закрыто. Заказ ступу, то есть запрещено. Но нам, друзья, с вами можно... Нам с вами можно... Друзья, так называемый плейлист. То есть то, что сегодня планируется к выступлению, точнее, то, что сегодня Миланчик будет петь. Ну, ладно, ну, ладно, я буду плейлист. Я рад, что я с вами. Раз, два, три. А, два, три. Шут, два, три. Три, три, пять, шесть. Тихо, там, хорошо. Седом, да? Так, да, что мне здесь есть. Я тебе скажу, что начнем играть. Хорошо, в порядке сейчас. Я тебе скажу. Я тебе скажу, что я захочусь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ А-а-а... Йааа... Дякую. Так, тогда немного веселее... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok